Привет, ты на канале Мэджик Пэтс. Я София, приветик, не забудь подписаться на наш канал. Мы идем к цели 2 миллиона и нам осталось всего 95 тысяч. А я, эээ, чей ты? Я Эйвен, привет. А это моя жена Миша. А я покемонию мячу привитос. А я Миша, Миша лайк. И у меня практически сегодня день рождения. Мне исполняется 5 лет. Ага, поэтому обязательно напиши поздравительный комментарий нашей Мишке и поставь лайк этому видео. Потому что сегодня ее пятилетие. А она очень скромная и мы решили дать ей слово. Это правда, ребята решили, что сегодня видео должно быть полностью посвящено мне. А еще мы с Киселисой, которая опять где-то бродит, и с Аней все вместе собрали для Миши подарок. Ее любимый цвет салатовый, поэтому даже коробочка у нас салатовая. Ань, мы же покажем, какие подарки подготовить для Миши. Привет, Мишка, с днем рождения тебя. Спасибо. Да, сегодня весь канал твой. Мы сейчас только быстренько покажем, какие подарочки тебе дарим. А еще отдельно от нас с Киселисой мы дарим тебе салатового слайма монстра. Мы же договаривались Юме все вместе дарить. Но мы с подростки, у нас отдельный подарок. Ясно, как всегда весь план порушила. Так, девочки, давайте не будем опять начинать ругаться и спорить. Быстренько подарим Мишке подарочки, и я пойду готовить тортик, а она будет рассказывать истории. Кстати, про истории, на канале Можик Фамилии же тоже вышло видео, да, Ань, про Мишу? А тебе идет салатовая новая банданка на нашем общем семейном канале, Ань, да? Да, там тоже вышло видео в честь твоего дня рождения про тебя, кое-какие новые факты. И я думаю, ребята очень удивятся. Блин, даже не могу сказать, прокомментировать ничего. В общем, нам есть еще над чем работать. Но ты, Мишка, все равно молодец. Вот в тебе наши подарочки с днем рождения. Даже я удивился от таких фактов. С днем рождения, Миш. Да уж, это точно. Мишка, с днем Мариня. Поздравляем тебя. Спасибо большое. Ссылочку на ролик про тебя на Мэджик Фамилии я оставлю в описании. Я побежала готовить тортик, а ты начинай, Мишка. 9 февраля 2017 года, 3 года назад, Аня выпустила видео о том, как спасла меня. О моем прошлом никто не рассказывал, и можно было только догадываться. Поэтому Аня вместе с ветеринаром, проверив меня, решили, что я родилась где-то в феврале. Вся волшебная семья сначала придумала, что мой день рождения будет 8 февраля. День спасения, как начало новой жизни. Но в этом году, раз все равно точная дата неизвестна, мы подумали. А может быть, пусть это будет круглая дата, например, 10 февраля? Или вообще 14 день Святого Валентина? А вы как думаете, какой день мне лучше выбрать для дня рождения? И сегодня, в честь своего пятилетия, я решила рассказать историю моей новой жизни. И вспомнить самые разные моменты. Страшное прошлое, первые слова, свадьбу, новую семью и даже ребенка, и много всего другого. Так вот, когда я попала к Ане, я была совсем другой собакой. И Мичу еще в семье не было, она появилась позже. И спустя долгое время, когда Юми уже подросла, я все-таки рассказала свою историю прошлого. Всю свою жизнь я прожила в страшной комнате. С самого детства я не видела никого, кроме моих хозяев. Они приходили только покормить меня, чтобы я не умерла с голоду. И когда нужно было рожать щенков. Это страшная, очень страшная комната. Я в ней жила. В ней всегда было мрачно и темно, поэтому я плохо вижу. В ней почти ничего не было слышно, и мой слух ослаб. Я была там всегда одна. У меня не было лежанок и туалетов, игрушек и других вещей, как сейчас. Только голый пол. Я ничего этого не знала. Бесконечные пустые стены. И эта дверь, кусочек света, из которого приходили люди. Я их очень любила. И хотела, чтобы они любили меня. Но я была их не нужна. Мне было страшно. И одинока. Я не знала, что такое любовь и счастье. Что такое улица. И кто такие собаки. Что такое игрушки и подарки. Поводок, ошейник, зубная щетка. Все это я узнала только тут. Я была совершенно одна в этой страшной комнате. И если рука человека прикасалась ко мне, то не для ласки, а для удара. На моей голове появилась седина от ушибов. И я стала бояться человеческих рук. Иногда я рожала щенков. И на животе моем остался большой шрам. Я знаю, что вы все меня любите. Но я никак не могу это забыть. А потом они просто решили меня усыпить. И Аня меня спасла. Бедная Миша. Страшная комната. Но ребята, ни Аня, ни мы не сдаемся. И мы будем пытаться помочь Миша. Это так грустно, я не могу. Не расстраивайся. Я надеюсь, у нас получится помочь Миша. У нас получится. Мы обязательно будем стараться. И они действительно старались. Пока не появилась Юми, Эйвен и его сестра Софи научили меня говорить. Мишель, хватит нам мучать себе под нос. Иди сюда, будем учиться говорить. Так, Миш, помолчи. Мне кажется, или она уже что-то сказала. Да, Эйвен, она сказала. Такс, где мой старый букварь? Столько книг, какая же из них-то тут? Сейчас будем начинать. Вот он. Такс, открываем. Давай, Эйвен, ищи букварь. Да я ищу. Мишель, мы гордимся быть твоими учителями. Ты думаешь, она поняла? Пошли уже, Эйвен. Пойдем, Мишель. Все, она там бурчит опять. Позови ее, Эйвен. Не хочу потратить весь день. Да-да, давай, Мишель, садись. Давай, читай книгу, Мишель. Давай, читай. Видишь, букварь. Может, аудиобукварь попробовать, чтобы со звуками? Миша. Так, где тут слово Миши, ищи. Тут нет такого слова. Миша. Я понял, она просто говорит свое имя. Лайк. Она сказала лайк. Точно, она сказала лайк. Я поняла, она говорит звучные слова. Миша, лайк. Миша, лайк. Миша, лайк. У меня есть идея. Миша. Смотри, Миша, это четыре буквы. М, И, Ш и А. Ты поняла? Все это бесполезно, Эйвен. Ты слушаешь меня вообще, а? Миша. Ладно, давай другие буквы попробуем. Можно говорить с открытым ртом, как двуногие, вот так. А можно с закрытым, как мы. Эйвен, у меня идея получше. Пойдем. Пойдем, Мишель, пошли. Лучшая учеба, это практика. Мы будем показывать ей предметы и учить их называть. Вот, начнем с зайца. Это кролик. Миша, это кролик. Лайк. Так, погоди, давай еще раз. Что это, Мишель? Лайк. Так, смотри, Миша, это ежик. Ежик, ты Миша, а это ежик, поняла? Скажи, ежик, ежик. Лайк. Неправильно, Миша, что это такое? Говори. Это же просто ежик, ежик. Миш, ну скажи ежика. Лайк. Попробуй мячик. Это мячик. Мячик, ежик. С мячиком все собаки играют в мячик. Говори мячик. Лайк. Миш, ну ты что, издеваешься что ли над нами? Да. Мороженое, кролик, мячик. Мороженое. Лайк. Миша, это косточка. Все собаки знают, что такое косточка. Косточка. Лайк. Блин. 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 Нет, Миша, это не блин, это косточка. Блин, мы научили ее говорить блин. Блин, блин, блин. Блин. Нет, Миша, не говори ей это слово. начальник глядя что меня граждане говорить встретились Это слишком много слов для нее Миша, ты умеешь говорить, я внушаю тебе Ты говоришь, встань и говори, встань и говори Миша, встань и говори Миша, встань и говори Встань и говори Миша, встань и говори Иду, мига Мячик, косточка, Миша будет умной собакой Так Миша-то говорить умело получается Обманула нас, а мы как дураки Да нет, это волшебный компьютер Ну не знаю Кстати, Миша, в честь дня святого Валентина тебе от меня сердечко Лайк Аня меня лечила, а я всегда сопротивлялась Ведь я не понимала, что это полезно для меня Но она смогла вылечить меня от всяких болячек И вот так каждый вечер Я впервые ходила на прогулку с Аней И Аня приучала меня гулять Я не знала, что такое поводок И Аня долго приучала меня к нему И так я начала гулять на поводке Потому что я была очень-очень пугливая И шарахалась от любого звука Поэтому без поводка я могла испугаться чего-то И бежать слабя голову куда угодно Мы даже снимали такое видео Короче говоря, я потерялась Как-то раз я проснулась одна И не поняла, где же все Эйвана и Софи почему-то рядом не было Я подумала, что я приспала И решила пойти ко всем Эйвана, Софи, мама Я звала их, но никто не приходил И тут мне почему-то стало очень страшно Неужели все куда-то исчезли? Я думала, что Софи в своей кроватке Но ее там не было Я подумала, может быть они и в другой кроватке? Я вышла из комнаты Но в нашем общем домике тоже никого не оказалось И в другой лежанке тоже никого не было Я ходила везде и вокруг И искала их по всему дому И мамы на ее кровати тоже не оказалось Я решила пойти в комнату к хомячкам и спросить их Но хомячков почему-то в клетке тоже не оказалось Все куда-то разом исчезли Мне стало очень страшно Одной одинюшеньке в большом доме, где нет никого Все куда-то исчезли Испалились, как будто их никого не было здесь Я испугалась, что меня все-таки усыпили И теперь я в мире мертвых Но почему тогда он так похож на дом, в который меня забрали? Может быть все просто принимают душ? Но нет, в ванной никого не оказалось Неужели меня снова все бросили? Я подумала, может быть все просто завтракают Но в кухне никого не было И даже на всякий случай проверила стиральную машинку Ну а вдруг Всякое бывает Но потом я заметила, что дверь на улицу открыта Мне было очень страшно Но я решила, что не хочу оставаться здесь одна И попробую их найти Вдруг они пошли гулять И забыли закрыть дверь Мне предстояла огромная страшная лестница Но я взяла себя в лапы Пока дом И стала спускаться по ней сама, без мамы Я пыталась унюхать их запах на лестничных площадках, но ничего И добравшись до первого этажа Я увидела, что дверь из подъезда тоже открыта И это дало мне надежду Я вышла на улицу совсем одна На улице не было ни единого запаха Ни одного следа Все как сквозь землю провалились Дул сильный ветер И было очень холодно Мое сердце билось очень быстро Мне никогда не было так страшно Мне было страшно потерять своих родных и близких Единственных в этом мире у меня Поэтому я преодолела свой страх И пошла вперед Мне показалось, что я почуяла след И я побежала, куда глаза плетят Где-то, откуда ни возьмись, я увидела кошку Она стояла и смотрела на меня А я на нее Она на меня А я на нее Сначала я испугалась Вдруг она нападет на меня Ведь она такая большая Размером, как я Но потом я поняла, что ей все равно Жаль, что пока я не умею говорить с кошками Я видела птиц и разные места И когда я забралась на холл Я поняла Что я Потерялась Я потерялась И теперь я даже не смогу найти дорогу домой Я видела машины Подвальные окна И шла сквозь сугробы И мои лапы мерзли Я окончательно потерялась И теперь я вообще не знала, куда мне идти Но вдруг я услышала какие-то голоса Мишель, Мишка, Миша, Миша, Миша Просыпайся, Мишка С тобой все в порядке? Ты какая-то испуганная Ты так крепко спала Я вот тут, я дома Конечно ты тут Куда же ты денешься? И мы здесь мы все дома Ты чего? Тебе что, страшный сон просился? Значит я дома Потом Аня предстояло приучать меня к одежде Это тоже было нелегко И вообще, Аня учила меня всему Куда надо ходить в туалет Что иметь свою лежанку это здорово Приучала к поводку К зубной щетке Учила мыться Плавать, гулять, играть, общаться Пыталась учить меня командам И некоторым мне даже смогла научиться Во многом научила меня не бояться И я стала намного смелее Шли дни И у меня будто не было ничего за спиной Я училась спускаться с лестницы Потому что боялась ее И не умела этого делать Я смогла перебороть свой страх высоты И быть как Софи И все это при помощи моих самых лучших друзей И даже ходить на поводке за Аней Куда угодно Пробираясь сквозь чащу густой травы Я научилась запрыгивать на препятствия Как самая обыкновенная собака И даже слазить с них Если нужно И хоть мне все это дается тяжелее Чем обычным собакам Я все равно начала пробовать что-то новое Когда рядом со мной такие друзья Которые поддерживали меня Всегда и во всем И вот мы с Эйвеном В какой-то момент Влюбились друг в друга И решили пожениться Миша, давай поженимся Прямо сейчас Прямо сейчас? Прямо сейчас? Прямо вот сейчас? Прямо вот сейчас? Видишь? Она уже начинает сомневаться Да, прям вот сейчас А ладно Хорошо, давай Она согласилась Отлично, а значит начинаем Ба-мам, я что-то переживаю Не бойся, Ивасик Все будет хорошо Ты у меня красивый парень И хороший Миша тебе хорошая пара А всем приходится мне Не во время свадьбы, мам Конечно всем Не беспокойся Вот твой подарок для Миши Что это? Это кольцо Может не жениться? Сбежать? Эээ, ладно, жалюсь. Вот твое свадебное платьице, Мишаня, давай тебя нарядим, чтобы ты была красивая невеста. Да, давайте я вам помогу, поправлю бантик вот здесь вот, чтобы все красиво было, чтобы Миша была красотка. Ведь это платье, Миша, пришло тебе от меня, ведь я так и не вышла замуж до сих пор. А я уже купила себе заранее свадебное платье, когда была влюблена в одного парня. Но он нашел другой, и я осталась с разбитым сердцем, и теперь никак не могу влюбиться. Может, найдется кто-нибудь когда-нибудь и для меня. Не грусти, Софишенька, у тебя тоже будет свадьба, и будет любовь когда-нибудь, ты выйдешь замуж. Надеюсь, я ей вам понравлюсь. Ну что ж, дорогие жених и невеста, сегодня 3 марта 2017 года, мы начинаем наше бракосочетание, точнее, ваше. Блин, какой из меня крутой священник. Что-то уже начнем, Софи? Софи, может, начнем уже? Да, да, сейчас, в общем, какие-то тут странные вопросы. Короче, дорогая наша невеста и дорогой жених, эээ... Может, пока подарок подарю, Софи? Да, давай сначала подарок. Вот мой подарок для моей будущей жены Миши. А что это такое? Ничего себе, Эйвен, что это за подарок такой? Это, дорогая Миша, для тебя кольцо на свадьбу. Вот, сейчас, погоди, ага. Ух ты, какая красота! Да, оно с бриллиантами и золотое. Продать можно, если денег не будет. Никто никогда такое не дарил. Спасибо, Эйвен. Ээ, сам выбирал. Отлично, а жених и невеста есть, священник есть, кольцо есть? А свидетелей нет. А, точно, Эйвен, свидетели, блин. Из них свадьба не считается. Эээ, а кто такие свидетели? Те, кто подтвердят, если что, что мы поженились. Да, как? На свидетель. Блин, и что же мы теперь будем делать, Софи? Кажется, у меня есть одна идейка. Эй, ребята, у меня для вас есть интересная дельца. Хомяки? Наши свидетели? А в чем проблема-то вообще? Нормальные мы свидетели. А зовут Рикки Лаки. Вот, видите, даже девочка и мальчик, как положено все. Смотри, Лаки, он даже кольцо ей подарил. Да, а вот ты мне не подарил. Ой, вообще-то брат и сестрас такой. Ну, ладно тогда. Ладно, ребята, давайте как бы выбирать, кто чьим свидетелем будет. Ну, вообще-то, мальчики свидетели у мальчиков, а девочки у девочек. Так что я буду свидетелем вот этой коричневой собачки. Ээ, вообще-то, это девочка, а ты мальчик. Да, я девочка, а ты Рикки мальчик. О, господи, прости, я думал ты жених, а он невеста. О, нет, я не красивая. Ээ, не плать, Миша, это скорее камень в мой огород. А, ну ладно. Итак, согласен ли ты, Эйвен, жениться на Миша? Я согласен. Окей, согласна ли ты, Миша, выйти замуж за Эйвена? Я согласна. Ну, вот и отлично, значит, я торжественно объявляю вас. Погоди, погоди, ты даже вопросы не задала. Какие еще вопросы? Ну, как это, готов ли она терпеть, что он будет играть в игры и не захочет прибираться? Да, готов ли он, что она будет тратить его деньги на шмотки и посиделки с подругой? Готов ли она мыть и стирать за ним? Готов ли он выбрасывать мусор? Эээ, столько вопросов надо задать перед свадьбой? Конечно, а ты как думала, может они уже и придумают жениться? Ммм, ну ладно, вы готовы ко всему этому, ребята? Да готовы. Да, готовы мы. Ну, они, в общем, готовы ко всему, уверена. Да уверена я. Ты точно готова стирать грязные носки? Ну, да. А ты готов ходить в магазин по ее желанию? Да. И будешь ему всегда верна? Конечно, буду. Ну, ладно, тогда они готовы. Тогда я, наконец-то, торжественно объявляю, что Эйвен и Миша муж и жена. Можете поцеловать друг друга, дорогие молодожены. Ой, какая прелесть. Не завидую. Любая женщина позавидует свадьбе. Я не умею целоваться. Ничего, я тебе позже научу, дорогая. Спасибо. Эйвен, милый, ты такой хороший. Я так тебя люблю. Я тебя люблю, моя Мишель. Эх. Поздравляем вас, дорогие муж и жены. Поздравляем вас, Эйвен и Миша. Спасибо, Рики и Локи. А теперь я подарю ваш свадебный подарок. Только я тут подумала, что немного накосячила с выбором. В общем, это детская коляска. Софи, Эйвен же не может иметь детей. Я никогда не думал, что я буду жалеть об этом. Но у меня никогда не может быть детей. Зачем ты так, Софи? Погодите, погодите, ныть. Мы можем, например, усыновить ребенка. Как делали это Брэд Питт и Джанина Джоли. Вы, кстати, на них похожи, так что... Ну, в общем-то, Софи права. Ну, да. Да, это просто гениальная идея. Мы, то есть, вы усыновите ребенка. Усыновим ребенка. Ну да, а что такого-то доброе дело, между прочим? Усыновим. А вообще, если что, на всякий случай мы можем быть вашими детьми. Но вы же хаменький. Ну и что, мы тоже маленькие, миленькие, пушистенькие. И никак им столько за то. А еще мы не будем галовкать, пудить вас по ночам и оставлять лужа, где попало. Слушай, Эйвен, заманчивое предложение. Это, конечно, заманчивое предложение, но нет. Ну, тогда мы можем быть кариозными вашего ребеночка. Дай, Мишенька. Хорошо. Лаки, посмотри, колясочка это ничего такая. Мы можем пока что забрать ее себе, пока они никого не усыновили, и ребенка у них нет. Старики, ты прав. Отличная колясочка. Мы можем сделать ней милое гнездышко. Давай спросим у Эйвена. Эйвен, ты же не будешь против, если мы одолжим колясочку твоего будущего ребенка? Нет, это коляска принадлежит моему ребенку. А у вас есть свой дом. Ну, ладно, ладно, хорошо. И так как Эйвен не мог иметь детей, мы с ним удочерили Юмичу. И наша жизнь заиграла новыми красками. Мамочка моя, новая мамочка, мамочка, я тебя так люблю, мама, муля. Да, дочь. Я поняла твою папу, мама. Фу, ой, как пахнет. Папочка, ты же меня любишь, да? Да, конечно, доченька, я тебя люблю. Хорошо, да я думала, вдруг вы меня не любите. Ты же любишь меня, да, любишь, папа? Да, я же сказал, я тебя люблю. Хорошо, хорошо. Кажется, она наконец-то устала. Да, я надеюсь, она сейчас лежит. Поспать ненадолго хотя бы. Да, что-то позже, поспать надо уже. Слава богу, я пока она спит, потихоньку пойду. Только аккуратнее, Эйвен. Да, сейчас потихоньку уползу, пока и она уснет. Ай, поспать, что ли надо поспать? Папа, 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 ты куда? Эй, 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 я в сапу пойду, я в сапу пойду. А через время мне пришлось сделать операцию, потому что мой шов от постоянных родов в другой семье в моем прошлом болел и внутри у меня были проблемы. Но все прошло хорошо. На все мои дни рождения Аня дарила мне подарки и делала тортики, как и всем. Я почувствовала, что я уже не просто какая-то там собачка, я такая же часть семьи, как и все остальные. А потом Аня спасла еще и котенка, которая выросла в нашу кису Алису. И у нас появился еще один пушистый друг. Как же сильно изменилась моя жизнь после того, как я попала в свою новую семью. Столько впечатлений, столько всего интересного. Я так выросла и изменилась. Хоть я и скромная до сих пор, и многое не умею, и отстаю от всех остальных во многих вещах. Но по сравнению с тем, кем я была раньше, я стала совсем другой. Недавно я даже впервые в жизни пошла в салон красоты, потому что уже не так боюсь людей. И все это не только благодаря моим самым близким членам семьи, но и всей волшебной семье. Вам. Если бы не вы все и не ваша поддержка, ничего бы этого не было. Спасибо вам за то, что вы есть и вы рядом. Я люблю вас. И спасибо вам всем за поздравление меня с моим пятилетием. Ваше преданное вам всем сердцем. Миша, лайк. Ну что ж, Миша, поздравляем тебя с днем рождения. Вот он, очень необычный торт. Я его только делала, идея была твоих друзей. Это мы с Кисе Алисой придумали дизайн-бомбаторта для тебя. Емичу, вот опять ты все на себя берешь. Неправда, мы тоже с Эйвеном участвовали. Ну сегодня же праздник, ну ребят. Поздравляем тебя, Мишка, с днем рождения. И желаем тебе стать лучшей версией себя. Мы тебя очень любим. Да, подарки тебе уже все надарили от меня в том числе. Поздравляю тебя и желаю тебе главное здоровья. И я тоже хочу торт. Где моя кошачья версия? Вот, Киса Алиса, и ты без вкусняшки не останешься. Правильно, вот ты же всем разложишь торт на тарелке. Я что, голодная стали буду сидеть? Я тоже подарки готовила. Короче, поздравляем тебя, Мишка, с днем рождения. Приятного аппетита. Да, желаем тебе, чтобы ты дальше росла и развивалась. И таких ситуаций, про которые Аня рассказала на Magic Family, становилось все меньше. А то ты нас шокируешь. Спасибо вам всем.